Друзья, это Кухня по заявкам. Кухня, где я выполняю ваши заявки. Оставляйте их на сайте телеканала Еда. Там для этого увидьте специальную желтую кнопку. Сегодняшняя заявка меня порадовала. Я, знаете, так взбодрился и никак не могу успокоиться. Лаконично и, главное, все понятно. Япония, но не суши. Вот все ясно, верно? Суши, конечно, вот где у нас уже сидят. Сидят, стоят, лежат. Я сегодня покажу абсолютно доступную вещь. Простую человеческую японскую еду, блюдо, которое называется окономияки. Это в переводе означает что-то такое, все, что хочешь, в общем, да? Это, знаете, такой образчик действительно японского фастфуда. Но когда я говорю фастфуд, я не хочу сказать ничего плохого. Фастфуд – это еда, которая необходима в нашем мире, в современном. Только ее не нужно есть каждый день. Ее нужно есть, по моим ощущениям, полтора раза в неделю. Можно есть. Так вот, вам японское блюдо, мне оно очень нравится. Я покажу вам сегодня две версии этого блюда. Самое нужное сейчас для меня – это нашинковать белокочанную капусту. Вот это есть принципиальный компонент окономияки. Она уже мытая, но я сейчас вам покажу заодно два способа шинковки белокочанной капусты. Значит, ну, прежде всего, четвертинки. Сначала я покажу, наверное, более сложный способ. Даже, вернее, не сложный, а опасный. Ну, когда я говорю «опасный» и когда я говорю «нарезать», то ясно, что опасность заключается в том, что есть перспектива порезать себе палец. Да? А не опасный, где такая перспектива сведена к нулю. Сначала опасный способ. Я сейчас возьму миску. Значит, опасный способ заключается в том, что нужно взять вот так четвертинку капусты, начинать с краешку резать ножом. И у меня, смотрите-ка, нож будет работать в одной плоскости. Он будет ходить только вот так. Для того, чтобы регулировать длину нарезки капусты, я вот эту руку, смотрите, как буду. Я буду вот так вращать капусту. И тогда у меня не будет очень длинной капустной соломки. Вот смотрите, как это выглядит. Есть, так сказать, вероятность, да, заехать ножом в свою левую руку. Я сейчас уже полностью, да, нашинкую эту капусту. Ну, вот этот краешек уже надо шинкануть на доске. Вот это есть один способ. А второй способ менее опасный. Я снимаю какое-то количество листьев капусты. Вот так положил. Кулаком шарахнул, да, и сделал их плоскими. А теперь беру и пяточкой ножа, пяточкой ножа всегда работает достаточно безопасно, шинкую все это соломкой. Мне сейчас надо много капусты нашинковать, потому что я буду показывать два способа. Это такая раздетая будет капуста. Когда продукт плоско лежит на доске, тогда с ним работать безопаснее, конечно. И самый краешек, вот он у меня опять, чуть-чуть его ударил. И вот есть еще одна четвертинка нашинкована у меня. И теперь я сделаю два соуса для подачи окономияки. Один будет горячий. Во всяком случае, он готовится горячим способом. А использовать его для подачи окономияки можно как горячим, так и холодным. Здесь разницы-то нет. А второй соус исключительно холодный. И он делается холодным и подается холодным. Значит, первый соус – это вот что. Я сейчас смешаю в сотейнике странные компоненты. Я сейчас смешаю, смотрите, соевый соус. Устричный соус. Добавлю сюда немножко сахара. И добавлю сюда, будете смеяться, кетчуп. И все это я уварю. И еще я добавлю сюда немножко апельсинового сока. Я прямо так уже выжму, прямо выжму сок вот сюда. Ко всем предыдущим, так сказать, компонентам. Я все это должен поженить и уварить, чтобы была такая глазурь у меня темного цвета. Вот это будет один соус. А второй соус, будете смеяться, это майонез. Но я сделаю майонез, так сказать, домашний хороший майонез. Потому что вот эта лепешка подается с определенным образом нанесенным на нее майонезом. И я делаю майонез на целом яйце. Немножко сахару, соли. Сахару больше, чем соли. Вот так. Значит, и теперь сюда обязательно горчица. Можно положить васаби. Я возьму нашу русскую горчичку. И сейчас я это все буду бить. Высокоскоростной майонез. И теперь растительное масло. Я могу лить его прямо большими порциями. Еще чуть-чуть, чтобы он был погуще. И сейчас сюда лимонный сок. Я даже сейчас возьму, знаете, немножко смешаю два сока, и лимонный, и апельсиновый. Так будет круче. Вот так. Немножко апельсинового. И побольше лимонного. Я это отправляю в майонез. Опять дорабатываю блендером. Есть кондитерский мешочек. Переложу сразу. Сейчас я венчиком взбодрю соус, который я готовлю. Пусть он немножко побулькает до вот такой глазури. Мешок. Мне совсем немножко надо. Сейчас я еще ложечку дам. И пакетик можно будет уже зафиксировать. Все. Есть. Вот пакетики. Сейчас я его даже завяжу. Шпагат. Все. Это майонез для подачи. Вот здесь уже неплохо все уваривается. Сейчас я попробую, как здесь на вкус. Да, очень неплохо. Акономияки – это лепешка с некоторыми добавками. Я сегодня сделаю два варианта. Я в тесто для лепешки прямо добавлю капусту. Это будет что-то похожее на наши блины с припеком. То есть у меня в одном варианте капуста будет прямо в тесте замешана. А в другом варианте я отдельно испеку лепешку. И отдельно на нее сверху положу вкусную капусту. Вот идея какая. Что касается теста. Я сейчас сделаю тесто. Потом тесто разделю пополам. И в одну половину добавлю капусту, а второе тесто у меня будет чистое тесто. Одно яйцо. Чистая вода. Тесто будет такое, погуще, чем на блины. И оно будет без дрожжей, но с разрыхлителем. И вот у меня есть сухой японский бульон хондаши. Это не так уж важно, но не проблема его купить. Можно и без него. Сухой бульон. Сейчас я все это венчиком перемешаю. И добавлю сюда муку, чтобы довести консистенцию теста до такой оладьевой, что ли. Муку и разрыхлитель. Мука и разрыхлитель. Сейчас я перемешаю. Вот у меня получается вот такое. Видите, вот. Вот это есть консистенция теста. Я не буду много делать этих лепешек. Я, наверное, сделаю по одной. Все будет понятно. Вот сейчас я разделю тесто пополам. Я часть теста оставлю в этой же миске, а в другую просто перелью. Не перелью, вот так вот сделаю. Перенесу. Вот сейчас примерно я разделил тесто пополам. Ну и теперь я добавляю хороший вкус в одно из тест. И я сейчас возьму принципиальный японский вкус. Для своего японского блюда я взял смесь специй ресторанте Акаса, а именно сияющий Токио. Кулинары используют этот набор пряностей на протяжении, что подтверждает его востребованность и популярность. Ведь приправа для рыбы, мяса и морепродуктов. Сияющий Токио появился еще в 17 веке. И с тех пор любители вкусных блюд во всем мире с удовольствием применяют такой состав. Добавляют в соусы, маринады, насыщают мясо, рыбу, овощи. Включают в суши, роллы, супы и салаты. Заказать набор специй можно на сайте herpspices.ru. Мне нравится очень этот вкус, поэтому работаем смотрите как. Добавлю в одно тесто пока. Добавил в одно тесто. Вы поймете потом почему. Хотя этот вкус будет в двух видах экономияки. Перемешиваю. И теперь я добавляю сюда капусту. Прямо в тесто. Я вам о этом говорил. Я добавляю сюда капусту. И немножко еще, ребятки, имбирного сока. Вот у меня имбирь. Я его сейчас натру, он чистый. И выжму сок сюда. Вот так, есть. Это у меня один вид окономияки. И сейчас я приступлю к созданию второго типажа экономияки. Буду готовить капусту отдельно. Увидимся через пару минут. Дорогие друзья, это КПЗ, кухня по заявкам. Сегодня я готовлю японские окономияки два вида. Это такой, знаете, лепешка, относящаяся к фастфуду. Но пусть вот это слово не пугает. Это нормальное слово. У меня уже готово тесто для одного вида. И тесто для другого вида. И сейчас я приготовлю гарнир для одного вида. Я сейчас приготовлю капусту. Я беру сковородку. Значит, соус, вот этот темный соус, он уже превратился в такой густой. Я его уберу с нагрева. Пусть себе стоит отдельно. Я включаю сейчас сковородку на полную мощность. И наливаю немножко растительного масла сюда. Вот так. Теперь я беру имбирь. Я уже его сейчас очищу. Очищу маленькой ложкой. Потому что я беру совсем небольшой кусочек. И я его сейчас нарублю. Я возьму зубчик чеснока. И тоже его нарублю. Это для создания капусты, так сказать, одного вида окономияки, где капуста не интегрируется в тесто, а существует отдельно. Это чеснок. И это имбирь. Я рублю меленько чеснок и имбирь. Могу их перемешать, потому что они одновременно будут уходить на сковородку. И пока я их держу в сторонке. Мне нужно сильно разогреть сковородку, чтобы хорошенько прижарить капусту поначалу. Первый компонент, который пойдет в сковородку, это и будет капуста. А вот это, вот это тесто, да, которое у меня уже с капустой, с приправой, с набором специй, с разрыхлителем, с бульоном хондаши, оно у меня лежит. Вот именно так я испеку вот такую вот лепешку. А это тесто я испеку отдельно. Но моя задача сначала вот именно заняться капустой. Хотя я могу сейчас, в общем-то, поставить вторую сковородку и тихонечко ее нагревать тоже для того, чтобы поджарить готовое тесто вместе с капустой. Пусть потихонечку нагревается. А вот здесь капуста должна у меня прямо зашипеть по первости. Вот это будет очень интересно. Сразу вам скажу, друзья, что часто при отпекании таких лепешек используется бекон. Я не люблю и не хочу давать бекон. Вообще говоря, вот в эту смесь, тесто-капустную, можно добавлять еще кое-чего. Можно добавить кусочки курицы сырой, можно добавить кусочки креветок сырых, кусочки рыбы. Но я вам показываю базу. А вы уже берите свои кусочки и добавляйте сами вот те кусочки, которые хотите. Значит, я наготове держу соевый соус для добавления к капусте. Я наготове держу свою смесь специй «Сияющий Токио». А, хорошо пахнет, я тоже добавлю ее к капусте. Видите, эта специя в тесте с капустой тоже есть. И в отдельно жарящейся капусте она тоже будет. То есть вкусы будут у меня близкие у этих разных вариантов лепешек. Смотрите, имбирь, имбирный сок в этом тесте с капустой есть, а имбирь у меня будет в капусте, которая жарится. То есть все практически одно и то же, только разное, так сказать, агрегатное состояние у этих лепешек будет. Ну, давайте сейчас уже пусть капуста зашкварчит, я думаю, сейчас у меня. Ну, да, ну, она не задымилась, но она хорошо уже начинает подпекаться сразу здесь. Капуста в этой сковородке станет скоро значительно меньше, потому что из нее пойдет влага, и она упадет. Я думаю, что мне капуста больше не понадобится. Я могу вот так вот ее рукой распределить. Вот хороший сейчас звук уже идет. Возьму лопатку сейчас вот такую вот, и вот будет идти такое обжаривание капусты. Вот, она сейчас неплохо себя ведет. Добавлю в эту сковородку немножко маслицы. Я уже буду печь здесь другую лепешку прямо уже с капустой, которая... Капуста, когда жарится, вот мне вкусно пахнет. Вообще, жареные капустные овощи, они вкусно пахнут. Как-то очень привлекательно для человека. Вот все. Выкладываю я вот это вот комплексное тесто. Вот я сделаю сравнительно большую лепешку. Распределяю ее ложкой. Ну и нужно придать ей условную такую круглую форму. Вот. Это будет лепешка комплексная такая. Вот капуста хорошо прижаривается. Уже можно добавить имбирь, чеснок. И работать дальше. Сейчас имбирь и чеснок будут контактировать с маслом, чтобы они начинали гореть. Потому что им долго нельзя контактировать со сковородкой. Я сюда чуть-чуть прилью соевый соус. И уже присыплю вот эту, опять же, насыплю смесь специй, да, и появится, появится вкус. И вот это уже будет, посмотрите, такая вкусняшная, подхрустывающая капуста. Сейчас я попробую, как здесь у меня идут дела. Неплохо, хрустит хорошо. Но еще погрею чуть-чуть. Вот лепешка номер один греется. Сейчас я ее чуть-чуть прикрою крышкой. И капустка у меня готова. Вот эта вот отдельно стоящая капустка готова. Сейчас я ее переложу в миску. Она у меня горячая. Вот так. Я даже не буду споласкивать сковородку, я просто вытру ее сухим полотенцем разом. Тогда моя сковородка не потеряет тепло. И я отпеку сейчас лепешку просто из теста. Значит, эта лепешка, которая у меня на сковородке, переворачивается в воздухе и отпекается с другой стороны. И сейчас будет испечена чистая лепешка вот так. Примерно такого же размера я хочу ее сделать, чтобы они были одинаковые, так сказать. Ну, наверное, вот так. Сейчас я проверяю первую лепешку. Ее надо какой-то... Почему под крышкой? Потому что капуста должна прогреться, успеть внутри. Ну вот, хорошо она греется. Сейчас я ее еще погрею с той стороны, с этой стороны. Так я буду переворачивать ее, собственно говоря, несколько раз. Сейчас это вторая лепеха. Сейчас она сверху прихватится, и тогда я ее тоже в воздухе переверну. Переворот лепешки в сковородке. Вот, ну, я думаю, что первая уже готова. Пусть вторая чуть-чуть погреется под крышкой. Значит, и вот какая будет подача. Вот лепеха. Эта лепешка смазывается вот этой темной глазурью. Вот так, по всей площади. Вот, видите, как она блестит, глазурь, красиво. Она придает, конечно, шарму. Эта глазурь. И вот теперь сюда наносится уже майонез. Причем он, как правило, наносится сеточкой. Вот почему я его поместил в кондитерский мешок. Я срезаю кончик, и теперь наносится сеточка. Так, и теперь взаимно перпендикулярно. Вот такая сеточка наносится на акономияки. У меня есть, ну, немножко кунжута, можно присыпать ее. Вот так. Можно чуть-чуть сюда набросить шинкованной кинзы. Повторяю, это мои какие-то штучки, как я люблю. Да, подать акономияки. А вот теперь вариант, вариант с отдельно существующей лепешкой и с отдельно существующей капустой. Лепешку я опять смазываю глазурью. Вот этим блеском. Теперь я ее, капусту я укладываю на нее. Ну, видите, эту лепешку удобнее есть. Ее, собственно, можно есть руками, если разобраться, потому что капуста внутри теста. А вот эту есть менее удобно. Поэтому, наверное, это больше фастфудный вариант, а это больше вариант такой, когда ты сидишь. Наносится сеточка и по капусте, и по лепешке. Вот так. И потом взаимно перпендикулярно. Вот так. Ну, здесь может быть то же самое. Тот же самый кунжут немножко. И та же самая кинза. Вот так. Вот это есть вам, друзья, Япония, но не суши. Как вы просили, согласитесь, на суши совсем не похоже. Так что не забывайте, что кроме суши есть еще кое-что вкусное в японской кухне. Слава богу, она у нас хорошо представлена. И пусть она проникает к вам в дом не только в виде рисовых колобков, но и в виде вот такой капустной лепешки. Это совершенно нетрудно, недорого и доступно. Так что отправляйте свои заявки, нажимайте на желтую кнопку. Я в вашем распоряжении. И до встречи на этой кухне.